А сегодня мы с вами начинаем разбирать средства по уходу за лицом. И в этом именно ролике мы будем с вами рассматривать мягкий гель и успокаивающий тоник. Поскольку вот эти средства всегда входят, ну я имею ввиду средства для чечения и тонизации, большинство компаний делают взаимодополняющими, поэтому мы будем рассматривать вот эту вот вкусную сладкую парочку. И сразу скажу, эти средства, напомню точнее, средства предназначены для ухода абсолютно за любым типом кожи, абсолютно годятся для любого возраста, для мужчин и для женщин. Но, конечно, лучше всего они свой эффект оказывают на той коже, где есть проблемы с иммунитетом. Это, например, очень чувствительно, аллергическая, раздраженная кожа или кожа, где есть проблемы в виде сыпи, в виде окне. Поэтому вот разброс на самом деле, универсальность этой коллекции просто потрясающая. Ну не говоря же про ценовую политику, очень-очень и очень доступные средства. Ну, давайте будем разбирать, пожалуй, вот как мы идем по этапам ухода. Начинаем мы, конечно, свой уход с очищения кожи. Так вот, вот этот гель, гель, мягкий гель, он действительно бережно и очень нежно убирает у нас, смывает точнее с нашего лица как грязь, так и макияж. Я его лично называю средством для в одном, два в одном средства для очищения и средства для демакияжа. Потому что, честно говоря, причем я его лично применяю иногда, и поскольку у него гелевая текстура, его можно применять с водой, а я не приемлю молочко никакое, ни вот такие вот ватные диски, ну вот такая вот я. А мне нужно очень быстро, чтобы это было обязательно с водой комфортно. Так вот, я этот гель применяю даже для снятия макияжа с области век. Мне комфортно, хотя, смотрите, вот нигде здесь не прописано о том, что вы можете применять его для области вокруг глаз, но вот лично я и своего опыта, мне, например, очень комфортно. Это один нюанс. Второй нюанс, это то, что и можно очищать зону шеи декольте, ведь наша шея декольте тоже самое нуждается в тщательном уходе, поэтому этим же средством я, вот, скажем так, от макушки до груди полностью смываю, умываюсь, точнее, умываюсь и смываю всю грязь и макияж. Вот такой нюанс. Есть у меня, например, клиенты, у которых гнониковый осыпь по спине, по телу, так вот они применяют этот гель, у них, конечно, расход большой, но они его используют вместо геля для душа, и потрясающий результат, поэтому вот еще особенность, какая у этого геля. Ну и в плане применения, я уже сказала, что он гелевой текстурой, нужно небольшое количество, а с водой вы полностью умываетесь им. Так вот, есть нюанс в плане умывания. Если у вас гноничковая осыпь и кожа жирная, то смывайте его прохладной водой, а если у вас кожа, наоборот, раздраженная, очень чувствительная, смывайте его более теплой водой, но не должно быть контрастов, очень холодная, очень горячая вода. Напомню просто, что жирная кожа на горячую воду выделяет еще больше кожного сала, а сухая кожа, что на горячую, что на холодную кожу, реагирует очень бурно. Так что тут, ну, в принципе, тут, что у нас написано, слегка помассируйте, тщательно смойте теплой водой. То есть вода должна быть комфортной, комнатной температуры. Ну и что в геле? Очищающая основа, это, конечно, содиум лауреат сульфат, потому что без него, ну, честно скажу, вот такой пенящий основу очень сложно создать. И единственный мой совет, вы, когда нанесли на мокрое лицо небольшое количество геля, массируйте в течение одной, максимум трех минут, а потом обильно смывайте водой. То есть не оставляйте этот гель на коже. Безусловно, всевозможные витамины, добавки, комплекс биолин и кислородный комплекс. Ну, скажем так, в средство для очищения, очищение, что-то там такое снухшибательное, сверхъестественное, впихивать, как в крем, нет смысла. Поэтому гель рабочий абсолютно. И, должно сказать, вот состав, не то, что, как бы, так сказать, дешевое это средство для такого состава. Ну, то есть очень доступно, очень доступно. Так что вот я, например, этот гель рекомендую. Ну, а в отношении тоника, тут уже гуляй, песня. Во-первых, смотрите, он у нас позиционируется, как успокаивающий тоник. Безусловно, для проблемной кожи, да? Ну, в плане проблемной чувствительной и вот антиокны. Но этот еще тоник прекрасно доочищает нашу кожу после геля. Его, кстати, сразу расскажу, такой вот секрет. Его можно применять для любого типа кожи. Вот даже взять просто один тоник без вот этой вот сладкой парочки. Почему? Потому что у нас есть многие коллекции, где есть свое средство для очищения, но нет своего тоника. Так вот, тоник прекрасно подходит и для молодой кожи, и для очень зрелой. Вот, в составе его тоже самое. Вкусности, всякие комплексы витаминов, прибиотик, биолин, действий, комплекс, пантенол, который заживляет. Вот, то есть много всего. Абсолютно нормальный, адекватный состав, замечательный. И помимо вот этих своих тонизирующих свойств успокаивающих, ну, то есть после умывания протянули лицо тоником, я его рекомендую применять при перхоти. При перхоти. То есть рекомендую смачивать ватный диск и протирать кожу. Почему? Потому что особенно когда сухая перхоть, перхоть это тоже один из признаков дисбактериоза кожи. Гребок, который у нас находится на коже, начинает не равномерно, очень активно делиться. И вот мы видим в виде перхоти, иногда такая кожа очень зудит, чешется и невозможно. Поэтому, чтобы кожу успокоить, чтобы привести в норму баланс кожи головы, есть смысл во время лечения проблемы перхоти втирать этот тоник в кожу головы. Вы даже не представляете, очень замечательный результат, очень хороший, и зуд снимает, и раздражение, и перхоть уходит. Поэтому я его параллельно к средствам от перхоти рекомендую. Потому что биолин тоже очень часто используется в косметике, предназначенный для борьбы с перхотью. Это один момент. Второй момент. Точно так же у меня люди протирают им спину, то есть там, где есть воспалительные элементы, там, где есть гнонечковая сыпь. Очень настоятельно рекомендую протирать вообще тело, после солнца активного. Есть девочки, которые после посещения бассейна, и у нас очень хороший результат, когда этим тоником протирают стопы ног. То есть там, где летом грибок образуется, покраснение, то же самое. Перед тем, как нанести противогрибковую мазь, вот протирают ноги тоником, и эффект значительно больше. А когда нет под рукой противогрибковой мази, то просто можно вот этим тоником протереть, и уходит и краснота, и зуд. Так что замечательный тоник. И совсем последняя рекомендация, если, скажем, у вас вскрылся гнойник, вот вместо того, чтобы спиртом его, как у нас по привычке обработать, лучше приложите ватный диск, смоченный этим тоником. Мало того, что гнойное содержимое, он вытянет на себя, он еще как лечебное средство поработает. Присушить особо не присушит, но значительно улучшит состояние. Так что вот такие у нас вроде бы простые, банальные, но потрясающие средства по уходу за кожей лица, которые можно применить и за кожей тела. Ну, в общем-то, надеюсь, я все рассказала. В общем-то, информации много, всегда крутится в голове. Ну, а вы решайтесь и приобретайте для себя. Всего доброго, до свидания.